Всем привет, с вами Эндрю Крэмор и это сайт VideoCopilot.net Добро пожаловать на очередной очень интересный урок по работе в программе After Effects Сегодня мы познакомимся с несколькими хорошими выражениями, которые помогут нам создать эту анимацию Вот собственно то, что мы будем делать Итак, это Asum 6000, не путайте его с Asum 5000, с которыми связывают некоторые серьезные проблемы, хотя это и не подтверждено В общем, это новый телефон, который только что вышел в Австралии, именно поэтому название пишется Asum, то есть IUS, эти первые три буквы названия страны Итак, что мы здесь видим? Телефоны вращаются в 3D пространстве, а затем они останавливаются Я просто купил модель телефона, поместил ее в 3D Max, анимировал поворот на 360 градусов, затем экспортировал и импортировал его в After Effects У нас есть анимация с мобильным телефоном, задний план в режиме прозрачности Мы воспользуемся ей для нашего проекта Приступим Создадим новую композицию Выбираем ее в пресет DV Square Pixels И длительность 30 кадров в секунду Нажимаем ОК Если зажать Ctrl и кликнуть сюда, то здесь будет отображаться время, но пока подойдут и кадры Перетащим анимацию в нашу композицию Разрешение 720p, то есть 1280х720 Немного уменьшим Основная идея заключается в том, чтобы автоматизировать анимацию Сжимаем F4 Переводим слои в 3D режим Теперь скопируем его три раза Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D Создадим 3D камеру New, Camera Выставляем ее в пресет на 28 мм Нажимаем ОК Далее берем инструмент Orbit Camera Tool И немного вращаем изображение Отодвигаем назад Переместим ее назад по оси Z Теперь это И еще раз Теперь сместим время Просто перемещаем слои Теперь у нас есть анимация, которая смещается в 3D пространстве Единственная проблема это то, что все это нужно делать вручную И если мне затем нужно будет внести изменения или поменять время То придется проделать очень большую работу Поиграв со слоями, со смещением и такого типа А что если у меня будет не 4 слоя, как сейчас, а скажем 20 или 30? Это потребует очень много времени И поэтому мы воспользуемся довольно простым выражением Переустановим камеру Удалим ее Создадим новую камеру Вот наша композиция Отключим режим 3D А затем создадим новый Adjustment Layer Регулирующий слой Назовем его Controller Теперь добавим бегунок для выражения Выбираем Expression Controls Slider Controls Назовем его Multiplayer Множитель Это позволит нам сместить каждый слой во времени В зависимости от того, какое значение мы зададим Если мы наберем один, то слой будет смещаться с интервалом в одну секунду Так оно и будет Но для начала Кликаем правой кнопкой мыши И выбираем Time Enable Time Remaping Затем нажимаем Alt И кликаем на секундомер У нас появилось выражение Теперь нажимаем клавишу И Появится слайдер Вот наш Time Remap Набираем Time Это значит, что картинка будет воспроизводиться в реальном времени Ничего не изменилось Я наберу Time минус 1 В таком случае Композиция будет воспроизводиться задержкой в одну секунду Итак, это была одна секунда А если мы возьмем 1,5 То смещение будет происходить с задержкой в полторы секунды А теперь, если я это удалю, но оставлю минус И соединю со слайдером То смещение будет происходить за счет смещения слайдера Щелкаем правой кнопкой мыши по слайдеру Выбираем Edit Value Редактировать значение Установим значение от 0 до 3 Откроем здесь Теперь смотрите Если я двигаю бегунок Я меняю время смещения для данного слоя Теперь для того, чтобы это было просто И чтобы это можно было повторить Переместим слой PhoneLayer наверх На позицию номер 1 Нам понадобится этот номер, номер 1 Для работы с данной анимацией Итак, сейчас у нас Time, данный мультиплеер А точнее Time минус 1,01 Давайте все это удалим и попробуем создать нечто более сложное Итак, набираем Time минус Скобка Индекс Индекс это ссылка на номер слоя Итак, индекс значит слой номер 1 Его также можно использовать в качестве номера То есть, индекс равно 1 Индекс Индекс Звездочка Контроллер Еще одна скобка, чтобы закрыть выражение Оно просчитывается и получается Time минус данное значение И теперь, если я двигаю бегунок Все работает точно так же С той лишь разницей, что мультиплеер теперь основывается на номере слоя Так что, если я его скопирую И передвину это в сторону То у нас получится два слоя, которые смещаются с интервалом в 1,17 секунды Поменяем значение на 0,20 Теперь смещение происходит с интервалом в 0,02 секунды Если я скопирую слой еще раз, нажав Ctrl D Передвину это немного в сторону И это тоже То у меня получится достаточно прикольная анимация Которую очень просто контролировать Можно изменить значение У нас очень много разных возможностей Мы с вами используем 3D изображение Но допустим, что у вас есть актер Который на зеленом фоне изображает радостный крик болельщика на бейсбольном матче Вы можете его скопировать И у вас может получиться в целом море ликующих людей Представьте, что вы находитесь на бейсбольном матче И кто-то сделал хаумран Мяч попал в кого-то из болельщиков И тот упал на поле Все будут кричать от восторга Поднимется большой шум Вам, конечно, будет жалко того парня Но зато он появится в новостях и на канале спорт Ну, вы понимаете В общем, это была основная идея Теперь перейдем к следующей ступени Удалим эти два слоя А затем добавим еще один бегунок для слайдера Нажимаем Edit, Duplicate Назовем его Offset Это будет смещение для позиций Активируем режим 3D Теперь у нас 3D слой Нажмем на клавишу P Выбираем Reset для Position Вернемся в композицию Нажмем U Снова появятся наши выражения Затем нажимаем на Shift плюс P Теперь я хочу добавить смещение в пространстве по оси Z Я хочу, чтобы один слой был здесь И еще один здесь Сзади по оси Z Для этого жмем I И кликнем на Position Набираем Volume Этот оператор говорит, что мы используем существующие на данный момент значения Какое бы оно ни было Итак Volume плюс А затем Квадратная скобка 0 Запятая 0 Запятая 0 Квадратная скобка Это значит, что мы берем наше значение Плюс 0 для этого слоя Плюс 0 для этого И 0 для этого То есть X, Y и Z равны 0 Я могу добавить сюда 100 И вы видите изменения В принципе, я могу сделать все, что угодно Я могу сделать все, что захочу Это просто удобный способ добавить значения для определенного параметра X, Y и Z В данном случае мы будем работать с параметром Z Итак, удалим 0 И добавим небольшое выражение Набираем Index Звездочка Offset Можно добавить скобки Хотя это не обязательно Потому что наше выражение находится за этой запятой И все, что находится между данной запятой И закрывающей скобкой Будет восприниматься Как одна отдельная единица Но для порядка Сделаем все как нужно Offset Это пиксели Давайте выберем 250 пикселей Особых изменений вроде бы не произошло Потому что у нас только один слой Но если мы скопируем его Еще раз И еще раз То у нас с вами появится 5 копий Смотрите О, что вы теперь скажете Мы можем зайти в контроллер И поменять смещение Сделаем его меньше Edit Value Установим значение от 0 до 100 Тогда картинка будет перемещаться от 0 до 100 Вот так И не забывайте Что это тоже можно анимировать Я хочу сказать Что если вы хотите То вы можете анимировать и эти свойства Итак Время 0,1 Давайте установим время на 0,2 А здесь пусть будет, скажем, 300 Посмотрим, что получилось А что если мы захотим Чтобы все было в обратном порядке Чтобы последний телефон стал разворачиваться первым А затем все остальные Для этого нужно установить значение для Offset На минус 300 И отодвинуть камеру И теперь все очень четко Все зависит от того, как вы будете менять выражение Можно было бы набрать минус, Offset Или что-нибудь в этом роде В любом случае вы увидели, как это работает А теперь давайте создадим коротенькую простую анимацию для нашей последовательности Итак Создадим новый Null Object Превратим его в 3D Соединим камеру с Null Object Кстати, все это подробно описано в уроке Advanced Camera Tips Поэтому мы будем делать все это быстро Мы анимируем данный Null Object Это достаточно просто Нажмем на клавишу P Переместимся в начало На тот момент, когда телефоны начинают разворачиваться Установим ключевой кадр Приблизимся к телефону Можно также увеличить и эти значения Зайдем за телефон Так Чтобы он затем вошел в поле зрения Перемотаем вперед Затем анимируем до тех пор, пока телефон не окажется четко посередине Анимация заканчивается примерно здесь Поэтому переместим ключевой кадр вперед Нажимаем F9 и щелкаем правой кнопкой мыши по ключевому кадру Keyframe Assistant Easy Easy Это позволит сгладить анимацию Теперь анимация останавливается здесь, в конце Давайте посмотрим, что получилось Очень хорошо И конечно же, все это можно улучшить Например, если я хочу, чтобы было быстрее Нужно зайти в контроллер Набрать 0,1 Тогда все будет достаточно быстро Найдите конечное положение И передвиньте ключевой кадр Теперь все стало намного быстрее Все-таки это Asun 6000 Поэтому он должен быть быстрым Итак, когда мы все это сделали Мы можем продолжить и внести еще несколько дополнений Можно немного опустить камеру, чтобы поменять положение кадра Убедимся Что здесь все смотрится хорошо Итак, я просто анимировал null object А теперь меняю положение камеры Сейчас все слои направлены слегка от камеры То есть, есть некий угол Зайдем в вид сверху Мы видим здесь наши слои и камеры Слои сейчас не смотрят в камеру Мы можем взять все слои Зажать shift Выбрать transform Auto-orient toward camera Таким образом, они всегда будут смотреть в камеру И так должно смотреться намного лучше Однако, это вызывает иногда некие странности Что касается этого кадра То мы установим Auto-orient на off Вернемся в вид сверху Нажмем на клавишу R И развернем слой так, чтобы они смотрели прямо в камеру Зайдем в режим Active Camera Чтобы убедиться, что все в порядке Нам нужно, чтобы эти линии были параллельны Нужно, чтобы все было четко Видите? Эти линии параллельны рамочке А это значит, что все слои смотрят в камеру Теперь сделаем так, чтобы все это выглядело более аккуратно в окончательном режиме Итак, наша композиция с телефоном Назовем ее Phone Телефон А теперь давайте создадим мир, в котором она будет существовать Итак, у нас есть Assum 6000 Теперь нам нужно создать мир Assum Создадим новую композицию Оставим все как есть Нажимаем ОК А теперь создадим новый слой Solid Черного цвета Назовем его Grade BG Затем выбираем эффект Generate Ramp Выбираем красный цвет И черный Затем Radial Ramp Немного увеличим А затем создадим еще один новый слой Solid Мы их будем делать много Эффект Noise Grain Fractal Noise И для данного слоя зайдем в Transform Отключим Uniform Увеличим значение для Height Немного Затем нажмем F4 Выбираем режим Add Или Multiply Так лучше Теперь зайдем в Grade BG И немного увеличим Сделаем чуть более красным Отлично Создадим еще один новый красный слой Solid Итак Это у нас Fractal Noise BG А это будет наш пол Или что-то вроде того Возьмем Mask Tool Прорисуем через середину Нажмем F И увеличим значение для Mask Feather Можно немного опустить маску вниз Изменим режим передачи на Add Чуть уменьшим Mask Feather Хорошо Теперь нам нужно создать этот круглый элемент Для этого создадим новую композицию New Comp Назовем ее Circle Нажимаем OK Создадим новый слой Solid Выбираем эффект Noise and Grain Fractal Noise Да, это становится скучновато Я имею в виду, что работа графического дизайнера Это не всегда то, что хотелось бы То есть, конечно, это хорошие деньги Красивые женщины вокруг тебя И все уважают Но за всем этим стоит тяжелая, кропотливая работа Ладно, давайте зайдем в Transform Отключим Uniform Уменьшим значение для Height Увеличим White Растянем изображение Уменьшим Height до 4 Затем увеличим Contrast И уменьшим Brightness Должно получиться нечто подобное Возьмем Mask Tool И сделаем маску внизу Вот так Сместим наполовину Вот так Выберем эффект Blur Fast Blur Горизонталь Увеличим Brightness Тогда границы будут достаточно мягкими Теперь создадим новый Adjustment Player Регулирующий слой Есть замечательный эффект Который называется Distort CC Bandit Эффекты CC Effects Есть на профессиональной версии А теперь просто поиграем с настройками Установим Band на 101 И вы видите, что происходит Очень интересный эффект Здесь выбираем Mirror Отражение Теперь переместимся И создадим нечто наподобие круга Перемещаем Всегда можно подкорректировать этот слой Чтобы он подходил по размеру Чуть опустим Изменим немного его внешний вид Теперь зайдем в Evolution И анимируем его Получится интересный эффект Но мы вместо того, чтобы его анимировать Зажимаем Alt И кликаем по секундомеру Затем набираем Time Звездочка 250 Таким образом У нас получилась симпатичная анимация А теперь закроем это И перенесем в нашу композицию Сюда Установим режим передачи на Add Также мы можем поиграть с цветом Выбираем эффект Color Correction Hue and Saturation Активируем Colorize Попробуем придать оранжевый оттенок Или что-нибудь такое Попробуем сделать его более разряженным Зайдем в слой Circle Увеличим Contrast И уменьшим Brightness Слои не так плотно прилегают друг к другу Хорошо Вернемся в нашу композицию Нажимаем на клавишу F4 И активируем режим 3D Отодвинем картинку назад Теперь скопируем Edit Duplicate Чуть приблизим Возьмем Rotate Tool И развернем до плоского состояния А затем опустим вниз Чтобы было похоже, что он лежит на полу Затем увеличим Вот так Итак, это основная идея Мы также можем поменять Mask Peter Для этого вернемся в слой Circle И поиграем с количеством Blur Если мы немного уменьшим Brightness Получится примерно вот так Достаточно хорошо Создадим камеру для данной сцены Окей Чуть приблизим Уменьшим Уменьшим Как-нибудь так Получилась симпатичная анимация А теперь давайте создадим световую вспышку Есть эффект под названием Трапкод Shine Он просто замечательный И поможет создать то, что нам нужно Или даже еще лучше Но есть еще один хороший рецепт Как создать похожий эффект Без помощи Трапкод Shine Выберем черный цвет Назовем его Shiny Чтобы не спутать Теперь выбираем эффект Generate Lens Flare Поместим его по центру Или не в центр Снова выберем эффект Noise and Grain Fractal Noise И еще раз эффект Blur CC Radial Fast Blur Мы используем все эти эффекты Отключим это Активируем Fractal Noise Поменяем режим передачи на мультиплей Таким образом Мы видим только эффект Lens Flare Зайдем в Transform Уменьшим размер Теперь возьмем Radial Fast Blur Нам нужно все это свести вместе Для этого нажимаем клавишу И Появится список Нам нужно соединить центр Fractal Noise Затем в Transform Нажмем Alt И кликаем на Offset Turbulence Затем соединим это с Flare Center Таким образом Lens Flare всегда будет вместе с Fractal Noise Проделаем то же самое для Radial Fast Blur Зажимаем Alt И кликаем на Center Затем соединим его с Flare Center Теперь для Radial Fast Blur Увеличим Size Поменяем режим на Add Теперь если мы возьмем Lens Flare И куда бы мы его не передвинули Все остальное будет следовать за ним Мы можем добавить немного контрастности Поиграем с установками для Fractal Noise Мы также можем все это анимировать Просто зажав Alt И кликнув на секундомер параметра Evolution Вот что получится Произвольная смена освещения Итак, Alt плюс щелчок Time звездочка 200 Вот теперь у нас получилась хорошая анимация Также, если мы поиграем с размером Мы можем увидеть, как меняется свет Если значение небольшое, то получится вот такой эффект Мы можем скопировать Radial Fast Blur И сгладить его Уменьшим это значение Итак, это основная идея Можно добавить яркости Выберем эффект Color Correction Curves Увеличим яркость Сделаем ломаную кривую Зайдем в Blue Channel Опустим Получится золотой цвет Хорошо Вернемся к проекту Возьмем фон Перетащим его сюда Отредактируем анимацию Нужно все правильно разместить Возьмем круг на заднем плане И увеличим его Сделаем ярче слой с телефоном Выберем эффект Color Correction Curves Сделаем чуть ярче Хорошо Можно добавить эффект Glow А еще давайте немного уменьшим телефон Для этого нужно отодвинуть камеру немного с помощью No Object Зайдем сюда И чуть отодвинем назад В сторону Так, чтобы телефон оставался в центре Очень хорошо Чтобы сделать более интересный ракурс Можно поменять пресет для камеры на 20 мм Затем вернемся в No Object На место Так, у нас получилась перспектива Последний телефон больше, чем все последующие Убедимся, что с анимацией все в порядке Теперь угол слишком большой Надо немного уменьшить Вот так Вернемся в окончательную композицию Хорошо Хорошо Можно взять циркл И передвинуть его Чтобы телефон был четко под центр А теперь добавим Glow Скопируем фон Возьмем нижний слой Выберем эффект Stylize Glow Выберем Alpha Channel Glow в Alpha Установим Composite на On Top Красный цвет Здесь желтый Я воспользовался копией Вместо оригинального слоя Потому что я хочу поменять режим передачи Для эффекта Glow Чтобы он смотрелся лучше А еще можно скопировать Glow И увеличить радиус У нас две копии И картинка получится очень хорошая Очень хорошо сочетается со всей композицией Можно анимировать камеру для этой сцены Возьмем Position Нажмем на клавишу P Установим ключевой кадр Перемотаем вперед Затем немного приблизим камеру Выделим ключевой кадр Нажмем F9 Нужно активировать Motion Blur для данной композиции Для всех слоев и композиции в целом Телефоны будут появляться с симпатичным свещением Здесь они останавливаются Мы можем добавить текст Возьмем инструмент Text Tool Набираем Assum 6000 Уменьшим И последнее, что мы можем сделать Это зайти в фон Здесь вы можете увидеть факультивные цвета Вы можете взять, например, второй телефон Выбрать Color Correction Hue and Saturation Зайти в Red Channel Мы можем сменить цвета Обычно у первого телефона хороший цвет А у второго и последующего Цвет не очень Это для тех людей, которые хотят выделяться Но в реальности получается не очень удачно Вот, в общем-то, и все Надеюсь, этот урок оказался полезным Меня зовут Эндрю Крэмор И это сайт VideoCopilot.net Урок был переведен озвучен с сайтом Tutis.ru Субтитры создавал DimaTorzok